В Лабытангах зарегистрирован очередной случай мошенничества. В этот раз жертвой стала жительница города, которая решила через популярный сайт бесплатных объявлений купить декоративную собачку. Продавец потребовал аванс. Доверчивая покупательница, не задумываясь, перевела нужную сумму на указанный счет. Как водится, на этом общение покупателя и продавца закончилось. В продолжении темы репортаж Дарьи Самородовой. В интернете кипит жизнь. И как в жизни мы рано или поздно встречаем на своем киберпути обманщиков. Особенно часто на обман попадают те, кого интересует заработок в интернете или покупка товаров. Так жительница нашего города решила, не выходя из дома, приобрести собачку породы карликовый шпиц. На сайте avito.ru она нашла подходящее объявление и сразу же связалась по телефону с хозяйкой собаки. Жительница города Лабутнанги решила приобрести собаку породы карликовый шпиц. На одном из сайтов в сети интернет она нашла объявление, созвонилась с продавцом. И продавец выдвинул требование оплатить аванс за покупку собаки. Она продиктовала номера своих банковских карт и номер своего телефона. Не теряя времени, женщина перевела на счет мошенницы 5800 рублей. После их получения хозяйка щенка перестала отвечать на звонки потенциальной покупательницы. А через некоторое время ее сотовый телефон и вовсе стал недоступен для звонков. Вот так за несколько часов было совершено настоящее преступление. Раскрытие данных видов преступления затруднено тем, что обычно объявления размещают люди, которые находятся за территорией, за пределами Ямал-Нинско-автономного округа. С целью легкой наживы мошенники придумывают различные легенды для того, чтобы заставить человека перевести деньги на подставной лицевой счет. В последнее время участились случаи обмана пользователей популярного сайта avito.ru. Жертвы мошенничества создают группы в социальных сетях. Тысячи посетителей оставляют в них сообщения о своих неудавшихся покупках на этом сайте. И предупреждают – будьте бдительны, осторожны и предусмотрительны. Лучше заранее побеспокойтесь о сохранности своего имущества и душевного равновесия.